Всем привет! Меня зовут Карина и у меня отличная новость. Сегодня в точке пения школьники округа смогут побороться за грант губернатора Югры. Расскажите, пожалуйста, на кого рассчитан грант губернатора? Он рассчитан на школьников 5-11 классов в составе инициативной группы в сопровождении педагога-наставника. Конкурс поделен на два этапа. В первом этапе идет заявка от инициативной группы с педагогом-наставником. Там необходимо будет описать идею краткую своего проекта, цель, задачу, идею, как отбирался этот проект в школе именно для того, чтобы попасть на наш конкурс, так как всего от школы одна заявка идет. А второй этап, это уже более обширный, более углубленный, где нужно будет отразить социальный эффект от реализации этого проекта, экономический эффект и в целом вообще заложить все важные моменты, которые заложены в самой заявке. Нам необходимо найти, где эту заявку необходимо подавать. Мы пишем в любом удобном браузере и опенкок, и первой же ссылкой будет тот самый сайт, который нам нужен, на котором все это и подойдет. Вот, собственно, по пунктам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Данный конкурс по линейке гигантных губернаторов как раз таки направлен на то, чтобы вовлекать наших юных друзей, детей в социальное проектирование и общественное проектирование, и тем самым на новом уровне следующие шаги, это развитие более крупным проектом, более дорогостоящим проектом, через следующие линейки инструментов, которые тоже гиганты предусмотрены. И, может быть, в дальнейшем фантастики дети уже будут на создании своих каких-то некоммерческих организаций и будут вести именно социальные уже линейки своих, так сказать, работных практик. Поэтому всем потенциальным участникам конкурса желаю успехов и побед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какова, по вашему мнению, роль наставника? Роль наставника очень большая, важная, так как он будет сопровождать, он будет рассказывать, вот как консультант для школьников, он будет обучать проектированию социальному, рассказывать о том, как от самого начала, от подачи заявки до момента уже этапа реализации именно самого проекта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы крайне благодарны за ту возможность, которую сегодня дает Департамент по молодежной политике, фонд гражданских инициатив для наших детей и молодежи. И уверены, что тот первый этап, первые шаги, которые мы сделали в рамках одного из проектов регионального отделения движения «Первый в Евре», он показал, что все-таки все инициативы, они находят все-таки свою, так скажем, поддержку, и регион крайне заинтересован в этом. И сегодня тот вебинар, который проходит, это подтверждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот как, по вашему мнению, что дает данный конкурс для школьников? На наш взгляд, это все-таки такая воспитательная деятельность некая, когда дети вовлечены в процесс жизни школы, так как все-таки школа для них это такой второй дом, где хочется так, чтобы школьникам было комфортно, уютно, чтобы они ощущали себя частью школы, что они здесь могут принимать какие-то решения. В итоге, когда они будут видеть, что все-таки их идея реализована, это такой, на наш взгляд, очень важный эффект от реализации этого проекта. Небольшие инициативы школьные создадут большие позитивные изменения. Спасибо нашему губернатору, Наталье Владимировне, за то, что она нам всем дает возможность себя проявить. Если у тебя есть идеи, и ты готов их реализовать, тогда вперед! Участвуй в конкурсе и побеждай! Ну а с вами была Карина Шиповалова. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok